На начале Галина Геннадьевна Лебедева, Лариса Викторовна Петрова, Евгения Константиновна Винокурова. Педагоги детских садов не зря в свою работу современные инновационные технологии, которые соответствуют развитию нового зашкольника. Особое внимание соответствует развитию нового образа жизни воспитанников. В связи с этим упор делается на рациональное питание, спорт и физкультуру. В трибуне приближается колонна средней школы номер один. Уже четыре года возглавляет школа ее выпускница Наталья Николаевна Ермакова. Под ее руководством трудятся, развивают и воспитывают учащихся 47 педагогов. Педагоги гордятся своими учениками, которые демонстрируют свои высокие звания, являются участниками краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников. В школе трудится заслуженный учитель Кубани Ешкова Лидия Терентьевна, почетные работники общего образования Российской Федерации, Заикина Елена Александровна, Жишко Ольга Ивановна, Ирлина Марина Владимировна. Победитель краевого конкурса «Учитель года-2014» Кирилл Павлович Овчаренко. Один номер два, возглавляет которую директор Дмитрий Дмитриевич Еремеев, заслуженный учитель Кубани, отличник народного просвещения, депутат районного совета. В настоящее время в образовательном учреждении обучается 1180 учащихся, педагогических работников 70 человек. В гимназии работают Вандаренко Елена Владимировна, заместитель директора по научно-методической работе, и Щербакова Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы. 12 учителей гимназии награждены значком «Освечник народного просвещения». Пять учителей имеют доступность над подсчетным работникам общего образования. Истокие результаты на едином государственном экзамене. Команда юных инспекторов движения, победитель краевого конкурса инспекторов движения в июне, представляет Кубань на всероссийских соревнованиях. Гимназия призер седьмой из-за Кубанской спартакиады по игровым видам спорта. Спортивные надежды Кубани, среди общеобразовательных учреждений в крае. Восплавляет ее директор школы Щербина Александр Степанович. Почетный работник общего образования Российской Федерации. Отчетный работник учащимися за три последних года. Четыре педагога удостоены звания «Отличник просвещения». Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации награждена заместитель директора по учебно-воспитательной работе Жигурева Ирина, учитель начальных классов Зубкова Галина и учитель химии Выдра Елена Геннадьевна. Лучшими учителями России, внедряющими инновационные технологии, являются учителя средней школы номер три. На площадь вступает колонна средней школы номер четыре. Директор Лазирская Галина Викторовна. Заслуженный учитель Кубани. В школе работают тридцать классов Ассамского Орга Ситикова. Стала лауреатом краевого конкурса учителей и награждена премией губернатора. На площади муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа номер 23 имени Надежды Шабатько. Делегацию возглавляет директор школы Придула Валерий Павлович. Заслуженный учитель Кубани. В школе активно развиваются профилирующие направления. Экология, турист, умоноведение. На протяжении муниципалитета молодые педагоги школы. Коробедников Денис, Меншинова Ольга, Шилова Наталья, Глазунова Ольга. На базе школы создан и сертифицирован школьный музей казачьей подворья. Начал свою работу в единственной в городе скалодром. Школа гордится своими учениками, победителями предметных олимпиад и конкурсов. В трибуне приближается колонна центральной районной больницы. Главный врач Юрий Сергеевич Мазы. Наше здоровье. Основное достижение отрасли здравоохранения сплоченный работоспособный коллектив. 122 врача и 499 средних медицинских работ в компании. Богдановой Ольгой Васильевной, Симончевой Натальей Васильевной, Долгатовым-Долгатов Камаловичем, Расщепкиной Светланой Витальевной, Дикуновым Владимиром Дмитриевичем, Демиткиным Владимиром Михайловичем. Всегда счастливым будет тот, Кто жизнь свою трудом зовет, Кто не жалея этих сил преображает этот мир. И в этот светлый майский день Мы поздравляем от души. Желаем, чтобы Первомай Принес вам счастья и любви. С праздником, дорогие товарищи! Ура! На площадь вступает колонна Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Новокубанская стоматологическая поликлиника. Руководит стоматологической поликлиникой главный врач, Депутат Совета муниципального образования Новокубанский район Сагаванян Светлана Илларионовна. На площадь вступает колонна фармацевтической компании «Апрель». Руководитель Вадим Георгиевич Анисимов. Является одной из основных задач, Проводимой государственной политикой в Российской Федерации. С 1992 года в Новокубанском районе работает Управление социальной защиты населения. Более 19 лет руководит управление Черновом Павало Степановна, которое неоднократно... В систему социальной защиты населения района входит пять государственных учреждений социального обслуживания, в которых работает более 500 человек. Здравствуйте, дорогие друзья! С Первомаем! ...защищать права и интересы детей Новокубанского района. Благодаря работе специалистов управления каждый ребенок имеет возможность на полноценное оздоровление в лагерях и санаториях края. А каждый ребенок, попавший в трудную жизненную ситуацию, оставшийся без попечения родителей, обретает полноценную семью. ...пенсионного фонда Российской Федерации в Новокубанском районе. Начальник управления, отличник пенсионного фонда Российской Федерации Игна Турщенко Валентина Васильевна. В управлении работает 64 человека. Это преданные своего дела у профессионалы и перспективная молодежь. ...центр занятости населения Новокубанского района. ...возглавляемая Александром Викторовичем Кусакиной. Количество работников 19 человек. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и активное участие в проведении мероприятий активной политики занятости населения, пять специалистов учреждения награждены почетными грамотами администрации и Совета муниципального образования Новокубанский район. ...предприятие Краснодарского края пройдет инвентаризация краевое БДИ по Новокубанскому району. Филиал осуществляет техническую инвентаризацию объектов недвижимости на территории Новокубанского района. Выполняет работу по изготовлению технических планов для постановки на кадастровый учет объектов капитального строительства, а также оказывает дополнительный... ...колонна управления сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Новокубанский район, которую возглавляет совместитель главы муниципального образования начальник управления Александр Николаевич Махренов. В составе колонны идут работники райкома профсоюза, работников АПК председатель Юрий Александрович Орехов. ...очреждение Краснодарского края уницип управления ветеринарией Новокубанского района, начальник Зоя Анатольевна Кравцова. На протяжении многих лет ветеринарными специалистами решается множество вопросов, влияющих на сохранение эпизоотического благополучия, повышение санитарной культуры, улучшение сохранности поголовья, качество и безопасность продуктов питания. ...площади, закрытое акционерное общество, коллективное сельскохозяйственное предприятие «Кударок», которым руководит более 30 лет генеральный директор, депутат законодательного собрания Краснодарского края, герой труда Кубани, Федор Иванович Бултыжов. На протяжении последних 10 лет за ОКСП «Кударок» входит в число 300 лучших... ...коллектив закрытого акционерного общества, коллективного сельскохозяйственного предприятия «Кубань», одного из передовых хозяйств нашего района. Директор Лосенков Леонид Филиппович, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, награжден орденом за сослуги перед Отечеством 4-й степени. За ОКСП «Кубань» является одним из передовых сельскохозяйственных предприятий Новокубанского района. В течение многих лет оно прочно занимает лидирующие позиции по урожайности сельскохозяйственных культур, выращиваемых в хозяйстве. Более 20 работников предприятия имеют почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства «Кубань». ОПХ «Лензавод» «Ленинский путь». Генеральный директор Михаил Юрьевич Вербов. Это высокоэффективное многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие с развитой перерабатывающей отраслью. Входит в состав холдинга ООО «Парус Агрогрупп», возглавляемого генеральным директором Николаем Владимировичем Толгим. Холдинг – это больше генерального казенного предприятия «Армавирская биологическая фабрика». Директор Евгений Владимирович Суцкий. Залог успеха «Армавирской биофабрики» – жесткий контроль качества выпускаемой продукции. Эффективная модель менеджмента, непрерывная модернизация производства, гибкая кадровая политика. Открытого акционерного общества «Кристалл-2». Генеральный директор Собакарь Владимир Борисович. Коллектив предприятия включает 560 человек. Регулярно перевыполняет планы по переработке сахарной свеклы. Благодаря новым технологиям и специалистам улучшается качество выпускаемой продукции, поднимается производительность труда. В 2015 году планируется заготовить 600 тысяч тонн сахарной свеклы и произвести 72 тонны сахара. С первым мая поздравляем и от всей души желаем верными быть всегда в труде и преуспевать без следствия. Мы приветствуем коллектив федерального государственного бюджетного учреждения «Кубанская государственная зональная машиностроительная станция». Новокубанский филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Росинформакрофтех». Директор Дробин Геннадий Васильевич. Коллектив «Кумнитив» известен в стране как научно-методический центр российской системы машинных испытаний. Акредитован как международный испытательный центр. Для зоны Кубани и Южного федерального округа ведет работу по оптимизации комплексов цехосмашин для восселивания зимой пшеницы, кукурузы, насерно, сахарной свеклы и других культур. ...очреждение «Кубанская государственная зональная машиностроительная станция». Директор Масловский Виталий Иванович. ...объективность оценок которых хорошо известны сельскохозяйственным строителям не только в России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Зона непосредственной деятельности охватывает Краснодарский край, Ставропольский, Республику Адыгею, что дает возможность испытывать широкий спектр сельскохозяйственных машин и перерабатывающего оборудования. Кубанская ФИС осуществует... ...объективность оценок которых хорошо известны сельскохозяйственным строителям не только в России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Зона непосредственной деятельности охватывает Краснодарский край, Ставропольский, Республику Адыгею, что дает возможность испытывать широкий спектр сельскохозяйственных машин и перерабатывающего оборудования. Кубанская ФИС осуществует... На площадь вступает коллектив наполнительного офиса по обслуживанию физических лиц Армаверского отделения Сбербанк. Руководитель Галина Ивановна-Перцева. Коллектив из 18 молодых, энергичных и высокопрофессиональных сотрудников постоянно занимает лидирующие позиции в выполнении бизнес-показателей. Это универсальный российский банк, который представляет весь комплекс финансовых услуг бизнесу и населению. Самый крупный банк в крае, край-кредит банк. Домашний банк Краснодарского края. Стабильный и прогрессивный. В прошлом году в Новокубанском районе офис работает с 2007 года. Девиз кредитной организации «Банк Кубань Кредит. Банк, в котором вас ждут». Банк Кубань Кредит 6 прав, но достоин ежегодной банковской награды. Номинации «Лучший региональный банк года». Председатель наблюдательного совета банка Виктор Кударин. Общество Новокубанский завод керамических стеновых материалов. Одного из старейших и крупнейших предприятий строительной индустрии Краснодарского края и юга России. Генеральный директор Владимир Дмитриевич Курбанов. Завод сходит в число... ...колонна Мукного-Кубанский городской водоканал. Директор Владимир Федорович Солянин. В организации работают 124 человека. Это настоящие профессионалы своего дела. Специалисты, обеспечивающие бесперебойную работу своего предприятия. Его услугами пользуется каждый житель нашего города. Без выходных и праздничных дней трудится служба, так необходимая для нормальной жизни населения. Да здравствует 1 мая, весенний и праздничный день. Природа весной просыпается и расцветает в селе. С праздником, с 1 маем, друзья! ООО «Муниципального унитарного предприятия «Чистый город». Молодая организация под названием «Чистый город» начала свою работу с 1 января 2015 года под руководством директора Григория Владимировича. Продолжает коллектив ООО «Новокубанский райгаз» и «Новокубанский участок» по работе с потребителями газа ООО «Газпром» Межрегионгаз «Краснодар», которые оказывают услуги по газоснабжению природным газом более 28 тысяч абонентов и 430 промышленных и коммунально-бытовых потребителей. Директор ООО «Новокубанский райгаз» и начальник Новокубанского участка по реализации газа Белок Александр Александрович вместе с главным инженером Герасиметско Сергеем Николаевичем. В колонии идут руководители подразделений, начальники служб, мастера, строители, проектировщики, обходщики, свесаи, сваршики, все те, чей труд сегодня заслуживает уважения. Праздничного парада униципального унитарного предприятия «Тепловое хозяйство Новокубанского района» Директор Жиденко Александр Викторович Предприятие оказывает услуги по теплоснабжению потребителей города Новокубанска и шести сельских поселений. Предприятие эксплуатирует 19 котельных и 33 километра теплотрасс. В настоящее время произведена полная диспенчеризация объектов предприятия, в том числе модернизировано 10 котельных. На предприятии работают 121 человек. Филиала открытого акционерного общества «НЕСК» электросети, «Новокубанск» электросети. Директор филиала «Гетманов» Андрей Петрович, главный инженер «Бабченко» Александр Александрович. За последние годы произведена модернизация и ремонт 74 километра в линии электропередачи. В филиале работают 64 сотрудника, которые при необходимости в любое время готовы выполнять работы для филиала электрических сетей открытое акционерное общество «Кубан-Энерго» начальник Кагик Александрович Саркисян. В этом году электрические сети отмечают свой полувековой юбилей. Основными задачами предприятия являются организация оперативного технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, трансформаторных подстанций, зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации, обеспечения надежного и качественного предприятия города, имеющая 20-летний опыт строительства и реконструкции автодорог Краснодарского края. За последние два года объем выполняемых работ в городах Ромавири, Работкине и Новокубанском районе увеличился в два раза. В свой край приумножайте честь и славу Новокубанского района! Ура! Мы приветствуем коллектив открытого акционерного общества Ростелеком, национальную телекоммуникационную компанию России, которая является крупнейшей российской телекомпанией под руководством начальника Вайбарсова Сергея Викторовича. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг широкополосного доступа к сети интернет и платного телевидения. ...с ограниченной ответственностью ЮгТехремонт, занимающийся ремонтом и обслуживанием сельскохозяйственных машин и оборудования. ...и грают знания и опыт мастера, оборудование и наличие литературы от производителя. С 1 мая поздравляем! И от всей души желаем первым быть всегда в труде и преуспевать везде! С праздников, дорогие друзья! ...с праздников, дорогие друзья! Генеральный директор Кузнецов Андрей Александрович. Новый кубанский профиль. Завод по производству стальных профильных труб, запущенных в 2020 году. Площады приближается спортивная колонна, которую возглавляет начальник отдела по физической культуре и спорту муниципального образования Новокубанский район Денис Евгеньевич Терников. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей и 80 кандидатов в мастера спорта, около 5000 спортсменов-разрядников. Сегодня в спортивной школе Олимпо под руководством директора Михаила Канищева трудятся 19 тренеров, многие из которых преподаватели являются выпускниками этой спортивной школы, имеют спортивную подготовку к мастерам спорта и кандидатам. Юношеская спортивная школа «Крифы» имени Томазова. Благодаря слаженной работе тренеров-преподавателей количество воспитанников, занимающихся футболом, волейболом, баскетболом, пауэрлифтингом, тэквондо и художественной гимнастикой в школе увеличивается с каждым годом. Количество призеров постоянно растет. Ребята входят в состав сборных команд Краснодарского края. Некоторые спортсмены, занимающиеся таким видом спорта, как тэквондо, выезжают за границу и выступают на международном уровне. Сегодня в школе 780 учащихся. Школа работает с детьми района, привлекает подростков из неблагополучных семей. Редактор субтитров А.Семкин